Айжанка исследует мой пакет опять-таки. Что ты, мама, купила? Получили в молочной кухне творожок детский, молоко, кефирчик. Два молока, два кефира. В монетке купила сметанку простоквашенную, мне для выпечки нужна. И взяла три пачки сахарной пудры, вот она, тоже нужна для выпечки. И один лимончик тоже для лимонного кекса. Ну и все, в принципе, больше ничего не брали. Ты хочешь творожок? Сейчас будешь кушать. Она хочет кушать. Сейчас будешь кушать, сейчас. Сегодня у нас на ужин рыбный супчик, вот такой вот, с домашними помидорами. Убрала кожицу. Вот такой вот у нас супчик получился. Здесь у меня салат из помидоров с луком и с растительным маслом. А в духовке у меня печется лимонный кекс. Вот такое у нас сегодня меню. Вот такой лимонный кекс у меня получился. Сделала глазурь, лимонный сок, сахарная пудра. И вот такой вот кекс. Вот такая структура. Вот. Мои сегодняшние труды. Огурчики. Такие средние. Не крупные, нормальные. Средние вот такие огурчики. Три баночки. Это, наверное, уже последнее все, что я собрала, потому что холодно, они очень медленно растут. Вот. Будем зимой наслаждаться, кушать огурчики. Это мадамы вовсю ходят здесь. Так. И здесь у меня салатики. Сейчас покажу. Тут у меня салатики, салатики. Здесь накрыла всем, чем можно было. Свой старый свитер достала. То все. Так. Здесь у меня салат. Вот такой вот. Из кабачков, с помидорами и с болгарским перцем. Ну, я уже рассказывала, как я делаю, да. То есть, все нарезаю, все отвариваю. Здесь мои гамажики. Всем, чем можно было, тем и накрыла. Чего нашла. Потому что накрывала, когда уже Айжанка спала. Она очень чутко спит. Поэтому ничего не стала искать. Получилось довольно-таки много. Наверное, завтра уже покажу, сколько там получилось. Не стала открывать. Они еще горячие. Хотя закрывала... Айжана, не выключай свет! Закрывала довольно-таки давно. Но, видите, они все еще горячие. Не, уже лучше. Такая история сегодня со мной приключилась. Смотрите, что происходит. Покупала в магазине находка. Здесь у меня творческий беспорядок. Готовлю кушать. Последнюю партию купила. Шесть штук. Я не помню. И еще до этого одну, по-моему, брала. Или две брала. Они все протухшие. Просто ужас-ужас. А нет, вот это вот, которое прошлое с коробки. Это все нормальное. До 30 ноября 2020 года. Нормально. А вот эти вот шесть штук, которые я последние купила, они все протухшие. Представляете? Просто обидно. Просто невозможно, да, слез обидно. Все протухло. Ой, условия хранения все правильно хранились. Я не знаю, то ли что-то на заводе, то ли где. Но постараюсь вернуть потраченные деньги и нервы. Вот все шесть, которые купили, все протухшие. Сегодня я спекла вот такое лимонное пирожное. По-другому, по-моему, называется американская какая-то сладость. Я даже не просвещала себя насчет этого. Просто нашла в интернете вот такой рецепт с кремом. Вот такой загустелый же крем лимонный. Очень вкусное песочное тесто. Вообще вкуснятина к чаю. Получается прям как печенье. Нет, больше это такая пироженка. Мне очень понравился. Я кусочек вот съела к чаю. Как получилось, посмотрела. Вкусно, невкусно. Посмотрим, как муж оценит. Я думаю, что ему тоже понравится. Если ему понравится, то сниму подробный рецепт. Пью малиновый компот и готовлю ужин. Также испекла сегодня хлебушек. Вот такие две булочки. Ой, солнышко такое у нас светит сегодня. Хотя холодно, но светит солнышко. Вот такой вот хлебушек. Свеженький, вкусный, румяный. Потом в YouTube выкладывать. Не-е-е-е. Ну скажи тогда насчет моих ботинок. Как они тебе? Да не буду я чего. Из чего я тут скажу? Пойдет? Дайте деньги. Почти тысяча рублей стоит. Тысяча? Ну, девятьсот чем-то? Пусть семьсот написано. Где? Вот. А-а-а. Это значит... Это рекомендованное. Ну да-да-да. Такарди. Да, типа это. Нет, Т. Такарди. Вот моя куртка. Китай уж такой. Ну, хороший Китай. Пойдет наши эти... Для наших дорог нормально... Нет, слушай. Вот у нас, Кушнаренко, вот такие не купить за девятьсот. У нас полторы стоят такие. Ну, не купить, потому что. У нас здесь... Ты наши дороги не видела, вот какие на работу хожу. Там нормальные обуви не походишь, и тебе говорят... Вот моя покупочка куртка. Поэтому моя в Уфе стоит там все в коробках. Своей обновочкой, так сказать, эту куртку я приобрела на Вайлдбере за шестьсот семьдесят рублей или шестьсот шестьдесят трили. Ну, вообще дешево. Но муж говорит, что это полиэстер, который нельзя стирать, потому что я постирала его красную куртку и испортила. Но она-то была дороже намного. Так, сейчас примерю вам. Ну, за шестьсот рублей с копейками, да, это просто класс. Просто два года не стирай, да, не пачкай. Ходи внимательно, не пачкай. И нормально за эти-то деньги. Где такое приобретешь? У нас точно такую не купишь за шестьсот рублей. Ай, Жанна вон за голову схватилась. Что вы сказали? Что ты там, папа, делаешь без меня? Сейчас покажу. Шуточку. Вот такая вот ниточка. Вот такой капюшон мех, конечно, это фальшивка, но ничего. Искусственный мех. Нормально смотрится, нет с мехом. Здесь карманы. Здесь надо, знаешь, что сделать? Убрать ниточку, потому что они закрыты. Что здесь карманчик? А сзади как? Пойдет, затяните. Сзади, спереди. Но это тонко, это вот на весну как раз-таки. Или чуть прохладную осень, либо немножко прохладную весну. Вот такое вот. Но мне нравится. И вот ботиночки. Покажите, пожалуйста, молодой человек. За 900, 980 рублей. Так, здесь рекомендовывается на 1799. Ну, вот такие вот ботиночки. Ну, конечно, не с такими штанами спортивными, а с джинсами с классическими. И с юбочкой можно носить. Спокойно, вот, весну, осень. Очень удобно. Я именно искала обувь без каблука, потому что на каблуках уже и за рулем неудобно, и так, и сяк. А так вот мне прям по душе. Всем спасибо. Подписывайтесь. Сегодняшняя небольшая покупка продуктов. Так как я много пеку, взяла две пачки разрыхлителя Доктор Ходкер. Нравится мне их продукция. Так, дальше ванильный сахар. Написано с молотым стручком ванили, с натуральной ванилью. Наверное, ароматная. 20 рублей стоит. Эти, по-моему, по 8, если не ошибаюсь. Вот такая скумбрия по 79 рублей. Доброфлот. Скумбрию ни разу не пробовали. Это будет впервые. Хочу к ней отварить картошечку, и будет такой легкий обед. Дальше здесь йогурт. Первый вкус натураль. Я, если даже кушаю йогурт, у меня бывает айжанка пару ложечек скомячет. Поэтому этот не только для нас, да? Ну, нет, такой я ей, конечно, не разрешаю. Чего, кричишь? И вот такой испанский апельсин с сочной мякотью. И еще я взяла вот такие мишки для мусора. Это в магазине пятерка. 60 литров. 20 штук. На 260 рублей. Всем, девчонки, огромный привет. Решили мы выйти на прогулку. Но, как всегда, моя прогулка не может обойтись без дел. Начала я убирать перцы. Вот такие вот перцы у нас. Знаете, поедают уже слизни. Ведь очень-очень влажно, очень сыро. И они не успели поспеть на ветвях. Пытаются, но погода не позволяет. Все заросло травой. Потому что все время дожди, дожди, дожди. Урожай перца очень хороший. Но, к сожалению, они не доспевают на ветвях. Но ничего страшного. Я уже обдираю все. Сейчас в предбанник, наверное, унесу или куда-нибудь в коробку разложу. Помидоры неделю назад я уже все убрала. Палочки, ветви. Видите, все уже почернело. Помидоры все собрала. Получилось 7,5 ведер помидор. Вот таких же больших, крупных помидор. В таком ведре получилось. Ну, нормальный урожай, я скажу, неплохой. Ну, и перца урожая тоже неплохой. Смотрите, уже лука нет. Помидора нет. И сейчас уже здесь не будет перца. Потихонечку буду все убирать. Пока есть время. Картошку кушаем хорошо. Кукурузу тоже кушаем хорошенькое. Все, наступила осень. У нас август месяц. Получился очень холодным. Таким невзрачным, дождливым. Очень холодным, я бы сказала. Все время дожди, дожди, дожди. Да, Айжанка вчера не выходил на улицу. Сегодня я решила ее вывести. Немножко подышать свежим воздухом. Ну, что поделаешь. Лето наступило у нас в мае. Май, июнь, июль. Лето и август уже осень. Уже, знаете, ночами очень холодно. Уже там плюс 9, только плюс 7. Поэтому смысла держать урожай я уже не вижу. Как-то так потихонечку. Чеснок опять забыла убрать. Блин, он, наверное, уже весь прогнил. Ладно, Айжанка, давай я унесу вот эти два ведра. И еще пособираем. Еще пособираем ведра 2. И все на сегодня пока. Потом в другой день продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok